Рад всех приветствовать здесь на городском форуме, мы проводим его третий раз. Я по своим внутренним убеждениям оптимист. Что мы можем делать, чтобы город становился лучше. Всем желаю не терять оптимизмом, пребывать в прекрасном настроении и эти два дня, чтобы они были плодотворными для нашего города. Добрый день, дорогие друзья. Я от имени депутатов приветствую всех участников сегодняшнего форума. Для Тольятти подобные мероприятия очень важны. Они вообще актуальны для любого мегаполиса, но для нашего города они актуальны еще и потому, что в свое время Тольятти создавался, строился пособым, современным на тот момент, очень передовым, даже инновационным технологиям, правилам. Ваши апплодисменты. Доктор по истории искусств, исследователь высшей национальной школы архитектуры город Версаль, Франция, Фабьен Бела. Друзья, огромное спасибо вам за ваш теплый прием. Огромное удовольствие работать с вашим городом, с вашими жителями, с вашей историей. И сегодня мы представим только некоторые элементы того большого проекта, который полностью будет представлен в следующем году в Тольятти. Насколько Тольятти гостеприимный. Люди изжели и говорили, что вам, наверное, здесь очень трудно работать, потому что на курорте работать очень тяжело. Денство экономического развития. Ляха Елена Викторовна. Наверное, этот слет подвел некие итоги той работы, которую мы делали и по подготовке экскурсоводов, и по выработке общей концепции развития туризма. Здесь мы достойно смогли это предъявить участникам. Спасибо, Елена. Спасибо. Спасибо. Мы начинаем выездное заседание рабочей группы по модернизации моногородов при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Добрый день, дорогие друзья. Рад всех приветствовать здесь, у нас здесь, в Тольятти. Особенно люди, приехавшие из других городов и иностранных делегаций. Эта забота новых функциональных центров важна, потому что она обеспечивает среди принципов одноволокно, так и для обращения граждан. Мы выплачиваем субсидии в 2000 евро за каждое собственное обучение. Мы уверены, что закон реально работает, чипается приятель на поддержке правительства и руководства города. Всего за один год был реализован крупный институционный проект. И в этом году мы увидим эксплуатацию заработки производства и производства и производства производства. Одна компания «Промтехресурсы» приступила к созданию производства по выпуску электрозащитных устройств. К сожалению, пока нет новых инвесторов в Октябрьске, но мы понимаем, что с точки зрения географического положения город обладает очень хорошим местоположением. В первую очередь, для реализации логистических проектов, один из крупных проектов, который мы хотели бы реализовать на территории города, это размещение крупного транспортно-логистического центра, который бы использовал выгодность этого географического положения. Очень сложная ситуация. И я помню, как мы начинали с вами работу, и несколько городов получили поддержку. Сейчас приобрели абсолютно другой облик. Начиная от вахтеров в администрации, заканчивая лично главой муниципалитета, заинтересованы в создании благоприятных условий для инвесторов. Вот я просто хочу сказать, что, коллеги, за всеми чиновниками все равно есть народный контроль. Никуда от него не держатся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА